Эта актриса была красивейшей женщиной своего времени. Настоящая советская кинозвезда. О встрече с ней мечтали многие мужчины. Талантливой актрисе в творческом и семейном союзе с ее мужем, выдающимся режиссером Сергеем Герасимовым, удалось выразить целую эпоху в жизни страны и в истории отечественного кино. Профессор ВГИКа, народная артистка Советского Союза, она входила во ВГИК и ВГИК замирал. Ее неприступность, все подражали ей, делали прически а-ля Тамара Макарова. Она была счастлива и, по-моему, единственная советская актриса, которая отличалась от всех. Но никогда не играла Тамара Фёровна, колхозниц. Она... Это галерея актрисы Марлен Дитрих, Тамара Макарова, а после Макарова и Жанна Болотова, ее ученица. После Жанны Болотовой Наталья Белохвостикова. Ну какая тень, это бешеная популярность. Во всем мире ее узнавали на улицах. Она снималась более 60 лет. На счету актрисы более 30 картин. Кроме того, она вела и активную преподавательскую деятельность. Среди ее учеников Сергей Бондарчук и Людмила Гурченко, Галина Польских и Кира Муратова. Парни были влюблены в Тамару Хёровну Макарову. Ну как мы с Тамарой Хёровной больше общались, потому что девчонки, да, она педагог, мы и отдалживали денежки, вот бывало у них, и Сергей Бондаревич, боялись опять-таки подойти к нему. В декабре 95-го года этой выдающейся актрисе была вручена премия Ника в номинации «Честь и достоинство». Звали ее Тамара Макарова. Тамара Макарова родилась 13 августа 1907 года в Санкт-Петербурге в семье военного врача. После переворота в октябре 1917 года Макаровы остались без главы семейства. Отец погиб. Кругом царили голод и разруха. Но Тамара продолжала учиться. Кроме обычной школы, она одновременно посещала балетную студию. Макарова подавала большие надежды, как балерина, и в одно время даже собиралась поступать в балетную школу Мариинского театра. Но судьба распорядилась иначе. Тома Макарова жила рядом с Линфильмом и часто прогуливалась неподалеку. Однажды она шла домой привычным маршрутом, и с ней заговорила незнакомая женщина. «Девушка, хотите сниматься в кино?» – спросила она. «Конечно, хочу», – не раздумывая, – ответила Макарова. Так в 1926 году Тамара попала на съемочную площадку фильма «Чужой пиджак». Ей досталась роль машинистки-сердцеведки. А в роли агента Скальковского был занят Сергей Герасимов. «Ой, зря я на него поглядела, малюшка, зря. Как увидела его глаза, так будто что толкнул. Несвободный он маленький человек, несвободный». «Будто что?» Так и видно и в обращении с техниками, знаешь, как в секрете, что держится. Ладно, что на курс уезжаю, а то натерпелась бы я из-за его, лепнула бы горько, но течет, как ворона раскатывалась. «Ой, серый камень, серый камень, серый камень, Дядь Пудов, ой, серый камень, Сон не тянет, сколь проклятая любовь». Однако после появления Макаровой на съемочной площадке все присутствующие дамы поняли, Сергея они потеряли. Он влюбился по-настоящему и навсегда. Тамара вскоре станет его женой, его музой и звездой на всю жизнь. Герасимов ухаживал за Тамарой около года, после чего они поженились. В первое время молодые жили очень скромно. У них была одна комнатка в два окна, на которых не было даже занавеса. Время от времени нас Сергей Аполлинаевич приглашал к себе в номер на ужин. Причем ужин он сам готовил. Но ужин ужином, а самое главное, когда он вдруг начинал рассказывать про молодость, про Тамару Федоровну, какая она была в молодости. Он говорил, красивая русская земля женщин не рожала. Он говорит, красивая, красивая она была. Но хулиганка. Говорит, сколько мне пришлось за нее драться. Говорит, идем иногда по улице. Вдруг она пинает, значит, впереди идущих мужчин. Тот оборачивается, естественно, мне надо с ним драться. Потом я ее спрашиваю, Тамара, за что ты его пнула? А он на меня не так посмотрел. Или говорит, иногда поссоримся. А тогда еще извозчики были. Значит, он сядет на одного извозчика, а она на другого. Говорит, рядом едем, но друг с другом не разговариваем. Однажды Герасимову принесли повестку. Молодому человеку нужно было пройти службу в армии. Ему очень не хотелось отрываться от начатых дел, уходить из кино. Небольшая надежда все же была. Некоторое время назад, во время съемок, Герасимов упал с лошади и серьезно повредил себе колено. Он пообещал жене купить вожделенные шторки, если его освободят от службы. И чудо случилось. Сережа остался в Ленинграде работать, а Тамара получила обещанные занавески на окна. Первое богатство молодой семьи. В начале 30-х годов Макарова снялась сразу в нескольких фильмах. «Счастливый кент», «Дезертир» и «Конвейер смерти». С восхищением вспоминаю и люблю педагогику Тамары Макаровой. Ну, как актриса, это просто высочайший образец утонченного актерского мастерства. С высокой эстетикой и в прямом и в переносном смысле с поднятой головой, статью и всегда ровной спиной. Вот сейчас бы ей не понравилось, как я стою. Однако настоящая всесоюзная слава к Макаровой и Герасимову пришла в 1936 году, когда на экраны страны вышел фильм «Семеро смелых». Успех картины был огромным, и все молодые актеры, снявшиеся в нем, тут же стали знаменитыми. Будет жить. Хорошо. После этого совместные фильмы Герасимова и Макаровой последовали один за другим. «Комсомольск. Учитель. Маскарад». Последний фильм создавался Герасимовым в рекордные сроки, за три с половиной месяца, так как нужно было успеть к столетнему юбилею Михаила Лермонтова. Картина была завершена в ночь на 22 июня 1941 года. И все же, несмотря на это, копии Маскарада успели отпечатать и разослали по всей стране. Вот какое подозрение. Этому всему виной один браслет. Поверьте, ваше поведение не я одна, но смеет весь свет. О, замолчи, прошу тебя. Довольно. Но слушай, я не вижу. Пусть меня накажет Бог. Послушай. Наедусь, я знаю все, что скажешь ты. Мне больно твою убилку, слушай. Я люблю тебя, Евгений. Но почесть и признание в пору. Выслушай, малют. О, Боже, ну чего ж ты хочешь? Вместе. Кому ж ты хочешь идти? Ну, час придет, и право мне вы надевите. Что ж медлишь ты? Геройство к вам не идет? Кому? Вы за кого боитесь? Уже немного ждет меня таких минут. О, перестань. Ты явностью своей меня убьешь. Я не умею просить, и ты не умоли. Своя любовь. Лишний труд. Одно-то есть, и Бог. Солнечко. Жалею. Несмотря на то, что многие ленинградцы с приближением фронта поспешили покинуть город, Макарова отправилась в Смольный и попросила дать ей возможность участвовать в обороне города. Отказать ей не посмели. В 43-м Макарова и Герасимов все-таки покинули Ленинград и перебрались в Среднюю Азию, в Ташкент. Там они оба вступили в ряды КПСС. И там же в их семье произошло важное событие. Они усыновили сына родной сестры Макаровой, Артура. Через год Тамара впервые за долгие годы снялась в фильме у другого режиссера. Речь идет о картине Александра Птушко «Каменный цветок», который вышел на экраны страны в 46-м году и тут же занял первое место в прокате. В том же 46-м Макарова снялась в первом своем официозном фильме «Клятва» Михаила Чаурелли. Через год фильм был удостоен сталинской премии. В жизни нашей героини это была вторая подобная награда. Первую она получила в 1941 году за фильм «Учитель». Пойдем в Груне, не поздно еще. Куда же, Степан Иванович? Живо пойдем в сельсовет, ну и дело с концом. Зачем же в сельсовет? Записаться, вот зачем. Ах, вот зачем. А я дур не поняла. Думала хоронить, вы кого торопитесь. А вы, значит, записаться. Так ведь вот что, Степан Иванович. Никуда ведь я с тобой не пойду. Так что зазряд в себя не беспокойся. Никуда я с тобой не пойду. Вот и весь мой сказ. В 1947 году Макарова снялась в молодой гвардии у своего мужа. В 1949-м картина была удостоена сталинской премии. А через год Макарова и Герасимов получили еще одну награду – звание народных артистов СССР. В 50-е годы фильмов с участием Макаровой вышло гораздо меньше, чем десятилетия назад. Причем в самой нашумевшей премьере этого времени в картине «Тихий дон» Герасимов почему-то не нашел роли для своей жены. Почему Герасимов не взял в свой фильм Тамару Федоровну Макарову? Этот вопрос очень много лет задают и биографы, и кинокритики. И когда мы на последнем курсе спрашивали, Тамару Федоровну все-таки не было обидно ей, когда в таком эпохальном фильме, в такой саге она не снялась. Я помню, как она рассердилась, посмотрев в мою сторону сказала, ну вот спросите Акима, он, кажется, ближе живет к Тихому дону. Мне еще не было 20 лет, и я подумал, ну вот Тихий дон и аристократка, петербурженка. Вдруг я сказал, ну это же разная порода. Это ваша стать и ваша порода, и Тихий дон это две вещи несовместные, по сути, как гений злодейства. Этот ответ очень понравился, и в последние годы часто об этом и говорили. Я знаю, что существует другая история, будто у Сергея Герасимова был роман с главной героиней, и Тамара Федоровна ответила ответным романом. В последние годы, когда мы достаточно часто общались и были откровенны, потому что она уже меня считала взрослым парнем, и я задал этот вопрос, она сказала, нет, этого никогда не было, это просто слухи. В 60-е и 80-е годы Макарова активно преподавала во ВГИКе. В 68-м году она стала профессором. Несколько поколений актеров было воспитано в мастерской Герасимова и Макаровой. И все они по сей день с благодарностью вспоминают своих великих педагогов. Многие считают, больше Тамара Макарова педагог. Нет. Хотя мне больше нравилась ее педагогика. Тамара Макарова могла сказать одно. Ну, ты же Кавказ, тебе же ближе Шиллер, Шекспир. Чего же свое-то не хочешь поставить? Или Хаджимурад. Вот такая педагогика, немногословная, она больше помогала. Ну и в общем-то я и так сам стараюсь. Сейчас в работе, работаю с актером, говорить очень коротко, внятно и по сути. Однажды поставил один наш талантливый однокурсник, большой спектакль, большой, красивый, трехчасовой. И все ждали, ну что скажет великая Тамара Макарова. Она сказала три слова. Все, что скучно, это не искусство. Тамару Федоровну обожали ее студенты, а она, в свою очередь, платила им мастерством, опытом и мудростью. В 1983 году Герасимов и Макарова отметили 55-летие совместной жизни. А через год у звездной Читы случилась беда. Сгорела часть их дачи. Когда Макарова узнала об этом по телефону, она горько рыдала. Между тем, в том же 1984 году на экраны страны вышел художественный фильм «Лев Толстой». Герасимов выступил на сей раз не только как режиссер, но также сыграл роль Льва Толстого. Его жену Софью Андреевну, конечно же, исполнила Макарова. В фильме, кстати, Тамара Федоровна не очень похожа на Софью Андреевну. Но вот это ее мученический образ женщины, которая родила столько детей, по несколько раз переписывала все произведения Ивана Николаевича. Четыре раза переписала «Войну и мир» великая женщина, великая актриса. Картина рассказывала о последних днях жизни великого русского писателя. Так получилось, что этот фильм оказался последним и в жизни Герасимова. 28 ноября 1985 года его не стало. В последние годы своей жизни Макарова мало появлялась на публике. Хотя в газетах редко появлялись интервью с ней, в некоторых из них она с удовольствием рассказывала о своем Сереже. Сергей украшений мне не дарил. Я сама себе дарила. Он приносил цветы. Из-за границы привозил вкусные духи. Она была в полном порядке, всегда безукоризненно одета, очень красиво причесана. Мы же всегда сзади сидели, и вот эта вот маленькая изящная головка, гладко причесанная, всегда очень деликатно подкрашена. И общаться вот с этими людьми, они нам говорили, вы знаете, мы делаем гимнастику везде. Едем мы в поезде, мы в поезде делаем каждый день гимнастику. Летим мы в самолете, мы в самолете делаем гимнастику. Потому что это очень важно, если ты день свой начинаешь с преодоления своей лени, неохота, не хочется же делать гимнастику, правда, когда встаешь. Вот. С преодоления начинаешь, то весь день потом ладится. До последних дней Тамара Федоровна сохранила устойчивость к быту. Все находилось на тех же местах, как и при муже. Оставались старые привычки. Она любила быть одна. Ей было не скучно. Актриса не любила вспоминать и возвращаться к прошлому. Она любила жить с сегодняшним днем и думать о том, что станет с ней в ближайшем будущем. Недоброжелателей Тамара Макарова просто не замечала и о них никогда не помнила. Это было очень утомительно для актрисы – разжигать себе злость. Наверное, именно поэтому она была потрясающе красива до самой старости. Лицо ее было благородно, а глаза лучились. Она до сих пор осталась идеалом многих женщин. Я помню фестиваль в Карловых Варах. Были там удивительные актрисы, самые наши такие звезды. Каждая вошла в историю кино, все очень красивые. И помню, когда нас собрали перед выходом на сцену, все в вечерних туалетах. И все актрисы стоят или сидят. И Тамара Федоровна. И несмотря на то, что ей уже было тогда за 70, она была самая красивая. И все равно она была королева. Ей было интересно все, что пришлось пережить. И если бы чудо было возможным, она бы вновь все повторила. Ей не о чем сожалеть. Книга воспоминаний послесловия завершается неотправленным письмом Макаровой своему мужу. Она пишет. Я благодарю тебя за все. Я уверена, что мы непременно встретимся. Там. Тамара Федоровна просто устала жить. Устала жить без Сергея Герасимова. Она пережила своего мужа, великого режиссера и актера на 12 лет. Сегодня уже 10 лет как нет Тамары Федоровны. Мне кажется, как будто это было прошлой зимой. Там был жуткий холод. И пусть меня просят верующие. Я помню отпевание в церкви на Софийской набережной. В церкви, где они отпевали много десятилетий. И когда мы поднимали тело Тамары Федоровны, ну, очень страшное ощущение. Скончалась Тамара Макарова в Москве 20 января 1997 года. Тамара Макарова в Москве. Тамара Макарова в Москве.